Так, ну что ж, как говорится, обещал зависеть сталкера на канал в плане видосов, так что вот, ребята, завожу. Многие из вас, конечно, ожидали немножко другую модификацию, потому что там у нас вроде как на повестке дня было SGM 2.0 плюс Genesis Addon. Но так уж получилось, что, ребята, я его протестировал, немножко поиграл и понял, что, во-первых, модификация довольно старая, уже по меркам, так сказать, нашей современной. Плюс она очень-очень-очень-очень-очень большая получилась. Ну, правда, там какое-то невероятное количество квестов, сюжетного времени, и играть столько сейчас сталкера у меня, знаете, особого желания уже просто нет. Ну, типа там проводить по 50-100 часов в модификациях, оно того не стоит, как мне кажется. Есть много, так сказать, других прекрасных игр. Вот, а пройти бессмертную классику на канале, там буквально за серией 7-8, я думаю, это прям то, что нужно, потому что, а почему бы и нет? Это Долина Шорохов, ребята, сборка с Ганслингером, которая выходила вроде как в прошлом году. Тогда я ее прошляпил, так уж получилось, или даже у нас был один стрим какой-то непонятный. Но в любом случае, я ее не проходил. То есть, как бы мы эту сборочку не проходили. Проходил я Долина Шорохов в далеком, наверное, 15-м году, поэтому вроде как основные твисты уже были забыты. И, в принципе, модификация была забытая в моем воспоминании. Хочется немножко, так сказать, ее обновить, потому что для меня это один из лучших модов, в принципе, за всю историю моддинга на сталкер. Очень лаконичный, неразмазанный, небольшой, ничего, так сказать, лишнего здесь нету. Есть довольно адекватная история с довольно адекватными квестами, и все это в интересной подаче. Вот, если вкратце про Дэша говорить, то именно так. Поэтому, ребят, стартуем. Это Ганслингер, это Дэша. Собственно, я по традиции про ваши лайки напоминаю, про ваши активности, то есть лайкосики, комментарии, колокольчики, все дело проставляете. Вот, я быстренько соберу плейлист, быстренько соберу, собственно, прохождение и залью его на канал огромные пачки. Поэтому, как бы, ну, ждите. Вот, на этом Балтологию заканчиваем. Поехали играть. Заодно сейчас, ребята, посмотрим, может быть, модификация заиграет новыми красками с Ганслингером. Я вот не знаю, здесь меняется геймплей именно, или просто оружки здесь это оружки. То есть без настроек, там, не знаю, работы неписи и всего остального. Если, конечно, влияет еще и на геймплей, то тогда вообще будет сказка, модификация заиграет новыми красками. В любом случае, поехали смотреть новая игра. Мастер, погнали. После долгих скитаний по зоне, Сталкер Макс решил покинуть периметр. Но перед возвращением Большую Землю захотел сорвать Большой Куш. По чечению предательства у Бороды, известного торговца артефактами на Затоне, был серьезный заказ на добычу ценного аномального образования, которое Сталкеры называли Сердце Оазиса. А когда Борода собрал информацию о возможном местоположении артефакта, то отправил на его поиски трех своих друзей, которым доверял самые выгодные заказы. Через некоторое время стало ясно, что ребята пропали. Борода решил реализовать поиски и поручил Максу узнать о судьбе своих товарищей. Сталкер Макс отправился к спроводникам в Длину Шорохов. Пассажиры, готовьтесь к выходу. Добрались без происшествий. Эти пещеры – единственный известный путь в Долину Шорохов. Надеюсь, дорогу запомнил, потому как я тебя здесь ждать не собираюсь. Значит так, Борода вкратце опрессовал мне, зачем ты здесь. Дам тебе небольшой совет. Тут неподалеку есть лагерь Сталкеров. Так вот, за главного там бывший Долговец. Мутным кличут. Спроси у него. Если уж кто в Долину пришел, мимо его лагеря вряд ли пройдет. Но мне пора. Будь здоров, не кашли. Опа! Со старта сразу перекусили. Нормально, походу, дорога была дальняя. Слушайте, ну конечно, звание у лидера местного довольно интересное. Как бы, о, трус был безбывалый. Сердце оазиса и, собственно говоря, поговорить с мутным. Я про него и начинал диалог с вами. Лидер как бы стартового лагеря в этой локации. И его прозвище Мутный у лидера. Мне просто, просто интересно, вот как он это обосновывает. Ну то есть, он же вряд ли говорит, что, мол, я предатель. Я вообще крыса и нехороший человек. Ну то есть, как вот, почему назвали Мутный? Первый раз, когда его нашли в зоне, он был в мутной воде, в речке валялся пьяный или, ну... А как вообще это просто еще произошло? Интересно, конечно, есть вопросики. Ну да ладно. Так, ладно, ребята, прибыли мы, собственно говоря, в Дэшашку. А вкратце, если обрисовывать то, что нам сказали, значит, самый лысый мужчина, который является детективом, по заказу Бороды прибыл на локацию Дэшаш, чтобы найти здесь, собственно говоря, пропавших трех друзей, которые здесь искали по заказу Бороды сердце оазиса. То есть, как бы у нас программа минимум найти этих трех друзей, которые работали на Бороду. Программа максимум найти еще при этом и артефакт. То есть, как бы вообще будет это все на своем хорошо. Вот, но во всем остальном, как говорится, мы своевольны разбираемся в ситуации сами. Так, ладно, смотрим, собственно говоря, по старту. Нас зовут Макс, у нас Велес. Нихера себе калаш Заря. Прочие вещи, еда есть. Система фонариков у нас отдельная. Это же Ганслингер. Блин, вот это, кстати, я не особо люблю. Привыкаешь, сталкер, к тому, что у тебя всегда есть налогный фонарик по дефолту, как бы. Но здесь его, походу, нету, да, он не врубается. Печально, печально. Ну, ладно, будем разбираться. Так, ну что ж, выдвигаемся к базе. Локация большая, обширная, местами перекрытая. То есть, сразу попасть в все точки локации ты не сможешь. Нужно именно продвигаться по сюжету, поэтому спешить мы не будем. Сама долина находится, понимаете, недалеко от Затона. То есть, за чередой каких-то гор. Собственно, через которые мы выходим через пещеры, как раз таки, вот самую долину. То есть, в принципе, все располагается довольно конечная. Я много раз говорил, что долина Шорохов, это, блин, чуть ли не как не знаю. Ну, по внешнему ощущению, как будто это неофициальное дополнение, то есть, такой DLC к оригиналу. Его можно, в принципе, выпускать в Стиме, как бы, и пусть будет. Я думаю, никто против этого не был. Так, ладно, наболтались, поехали. Эх, Вовка, Вовка. А ведь говорил я им, не лезь ты в эти пещеры. Оттуда ведь еще никто не возвращался. Ну да, жаль, конечно, парня. С другой стороны, понятно, зачем рисковал. Говорят, там артефакт какой-то жирный валяется. Угу. Ну, я, как говорится, с Вовкой не знаком, с пещерами тоже, с артефактом тем более, но мне стало очень интересно. Севка-самогон. Блин, у вас здесь на локации прям, не знаю, одно крошу другого названия. То мутный, то самогон. Ну, привет. Видишь, как бывает. Был Вовка, и нет Вовки. А что случилось? Видишь, он аномалия. Там пещера. Из этой пещеры еще никто не возвращался. Поговаривает, мол, артефакт там какой-то жирный находится. Вот лезут туда отчаянные головы. Вовка тоже решил рискнуть. Нет больше Вовки. Да, это не курорт. А я вот своих приятелей ищу. Трус, балбес и бывалого. Начал таких. Не, не видел. Ты умут на вас спроси. Если же кто-то притопал, мимо него база не пройдет. Спасибо. Пока. Так, ну это как бы сразу затравка. И, наверное, то, что у нас там, получается, под аномалией есть пещера с интересным артефактом. Беда лишь в том, что, как бы, достать его в долине оригинальной не очень просто. Точнее, не очень просто. Довольно просто. А вот в Ганслингере хер его знает. Давайте протестируем, насколько сильно мы можем гореть в этой заднице. Кстати, у нас еще и Вэли с собой был. Сейчас сразу сможем забрать себе местные кузняшки. А где вход в пещеру? Да, я не вижу. Под водой, что ли, нахуй? Зараза. А где вход в пещеру, ребята? Кстати говоря, а где мой интерфейс? Это очень хороший вопрос. Подождите, я же не вырубал его. А где интерфейс? Режим сесть, встать, показать оружие, упрощенный подбор. У меня интерфейса как бы нету. Так это должно быть? Где мои жизни? А вот, походу, и вход в пещеру под корягу. Ага. И судя по всему, я уже умираю просто в усмерть. А, ну я сдох. Хорошее начало. Вот так и закончилась история сталкера Макса. Нифига не понял, где мой интерфейс. Его просто как бы нету. Я хочу своей жизнью видеть, как ни странно. Ну ладно. Прям максимальное погружение в мир сталкера. Так, ой, у нас еще и бег на шифт, не на икс. Ёлки-палки. Все привычки пошли, говорится, коту под хвост. Так, а это местные разломы. Именно поэтому как бы называется Долина Шорохов. Здесь потому что все разбито на кусочки. Так, ладно, красиво, аккуратно заходим. Заходим, падаем прям под деревашечку. Красивенько вот так вот. Хоп-чидагоп. И все, мы здесь. Только как бы у нас нет ни хера света встроенного, только что в пистолете. Да, на смысле вот так вот, если брать. С фонариком. Щипить захотелось ни с того ни с сего. Здравствуйте, товарищи зомби, я вас уже слышу. Опа. А вот и артефакт, а вот и кореша валяются. Здесь как бы один только Вовка лежит. Это вам. Хорошо. Пошла жара. Ёб твою мать. Удовися, шпадла. Зараза не мирущая. Сэр, предъявите документы, пожалуйста. Это секретная зона. Ковнюк. Я так понимаю, вот эти все зомби, как бы, это, ну, предыдущие попытчики залезть сюда. Которые со временем подчинились силе артефакта и стали просто зомбарями, его охранниками. Конечно, система интересная. Так, а у нас есть как бы срезание частей? Нет, такого у нас нету. Тогда ладно. Здравствуйте, сэр. Сева, рвач. Наконец-таки нормальный позывной. Рвач. Довольно сильно и мощно звучит. Так, Димка легионер. Ну, это мы вообще уважаем. Еще и Тозик нам подарил практически целый. Да моя ж ты, как бы, зайчика. Спасибо тебе большое. Ну, и красивый артефакт. Я не помню с ним странности. Не помню, что здесь что-то необычное сейчас будет. Необычное и бьющее по голове, если не ошибаюсь. Так, а выходов у нас здесь прямых нету. Да? Кстати, а что по детектору? Ага. Понятно. Фальшивка ты на Велесе. Нихера он не фиксирует. Говорит, в наших данных таких артефактов просто нету. Вы уж простите. Так, а ты у нас кто? А, это есть как раз-таки Вовка. Вовка с Сайгой был. Нихера себе. КПК Вовчика. Нашел, наконец-таки, Сталкера, о котором говорил профессор Озерский. Точнее, то, что от него осталось, у Сталкера. Скопировал данные из его КПК. Буду в близости не забыть отдать профессору. Последняя запись. Черт, какого хрена я сюда проперся-то, а? Еще и ты на Малехен выберешься. Приближаюсь к центру телепорта, а он возникает в другом месте. Такое впечатление, что эта хрень видит то же, что и я. Хоть глаза закрывай. Хоть это. Играет падла в кошки-мышки со мной. Зомби цепанул, аплечек уже не осталось. Похоже, это конец. Ага. Но это как бы разгадка к выходу отсюда. Вам нужно идти спиной. Мы это сразу поняли. Так. А где телепорт? А телепорт где? Я его не вижу. А, нет, вижу. Аккуратненько, аккуратненько. Бачком, спинкой. Оп. И все. Хе-хе. Где лофта? Так, а здесь самой аномалии, я так понимаю, вообще пусто как бы, да? Ничего интересного не было. А куда бойцы делись? Блин, старался, старался ради их вовщика, как бы они убежали. Так, сейчас, на момент у ребят, это странно говорить. Как бы во всех играх у нас, ну, спринт стоит на шифт. И вроде как это дело привычки, да? Но, не знаю. Когда захожу в сталкер, мозг сам перестраивает все опции, как говорится, своих действий. Я понимаю, что для меня, типа, бег это икс, а нифига не шифт. Так, ну артефактик забрали. А, у нас ребята ушли на базу. Давайте посмотрим, что это еще за арт. Артефакт, узел радиации минус шесть. Я бы, конечно, себе его ставил. В термоаномалии такие вкусняшки. На минус шесть радиации. Обалдеть. Ну, нам теперь не страшно. Можно играть и смотреться, может, что не будет. Только зашел на локацию, уже видел, ребята, полностью, получается, радиацию. Потому что минус шесть для сталкера, это... Это не то, что сильно, это очень сильно. Так, ну вот и главный оплот сталкеров на этой зоне. На самом деле, по размерам понимаю, что база большая, как бы, и что здесь сталкеры давно ходят. Хотя, вроде, к нам проводник сказал, что места тут у нас дикие, и сюда заходов нет только через пещеры. Но, видимо, пещеры не очень сложные, раз сюда столько сталкеров пришло. Блин, конечно, без интерфейса немножко не так себя чувствую. Нету ни мини-карты, ни хера ничего, блин. Слушаю тебя. Здорово, брат. Приветствую. Чебур. Эй, дружище, подходи, есть дело. Да ты что. Здорово! Что-то я тебя здесь раньше не видел. Недавно тут Илья Барбос. Причем в кавычках Барбос. Да, недавно. Есть дело денежное, интересует. Рассказы там посмотрим. В общем-то, есть тут недалеко заброшенный лагерь. Говорят, там какая-то тварь завелась. В нем где-то отсыпается, но еще на охоту выходит. Местные сталкеры обходят это место стороной, боятся. Вот мы с другом, но мы решили тварь это убить. И моральное удовлетворение, так сказать, благодарность сталкеров в денежном эквиваленте получить. Надвоем будет идти стрёмно. Вот мы ищем кого-то еще одного. Как говорится, третьим будешь. Ну, блин, обычно говорится, что двое в драке, третье в сраке, но... Раз уж такое предложение. Хорошо, я не против поохотиться. Ну тогда подходи часа в два ночи, а тварь только по ночам выходит. Понятно. Слушай, ты совершенно не видел сталкера по прозвищу Трус, Балбес и Бывалый? Как же, были такие? Должны, где они? Вот после охоты тебе все расскажу. Сразу нас подкупает, да, что как бы все на блюдечке с голубой каемочкой. Мол, вот, знает и про Труса, и про Бывалого, и как бы, ну, все у него хорошо. И, говорит, и денежная прибыль, и умножение сталкеров попахивает наебом, я бы сказал. Интересный объект. Подвесили бедного флорка, и они его расстреляют каждый день, прикиньте. Живодеры. Так, у квеста брал Лова Рязанский. Женя, геолог. Менингит. Очень страшная болезнь. После нее либо умирают, либо становятся дураками. Вот мы с братом болели. Он умер, а мне повезло. А ты уверен, что тебе повезло. Так, подожди, неизвестная тварь, сообщите Илье о готовности. Так, подожди, Илья, блин, я хотел сдать квест для начала. А, так это не то задание, у нас тут мутный разговор. И, собственно говоря, сообщите это, Илье о готовности. Тогда пошли вниз. Я хотел сдать этот КПКшку, который нашел по поводу сталкера, пропавшего в аномалии. Да ладно. Менингит. Блин, в детстве всегда вам пугало минингитом этим. Мол, надеваешь шапку, простудишь мозг, башку свою, потом все. Либо смерть, либо дурачок. Упасная тема, я вам скажу. Опа. Нифига себе. Вот она, ребята, говорится. Прогресс системы эволюции. За четыре колбасы, бедолага, просто бежит и бежит. Кстати, а что мешает ему, как бы, вылезти просто направо, но остановиться? Вылезти и скушать данные колбаски? Там ведь с боков не закрыта ни хера, ну, вот эта проходная зона. Странно, конечно, немножко туповатое животное, но... Работает на благо общества, я бы сказал. Так, ну это стандартная тема. Заходишь в бар, забираешь всю еду, которая здесь есть. Ребята уже покушали, у них все уплочено, поэтому... Забрать, как говорится, не впадло будет. Здравствуйте. А, новые лица. Здорово. Здоровее, Виталий. Че ищешь в этих краях? Ищу приятеля, труса, балбеса и бывалого. Странно, обычно сюда за хабаром ломятся, они друзей разыскивают. Вот они как раз таки искали артефакт в сердце Уазиса, но не вернулись в срок. Да уж, за этим артефактом многие охотятся. Да вот только не видел его никто. А сталкеров твоих помню, но я не справочная. За так ничего сказать не буду. И сколько ты за это хочешь? Ммм, бабло твое мне не нужно, а вот услуга не помешает. Что за дело? Был у нас сталкер по имени Федор, да ушел в центр долины за жирным артефактом. Только сгинул по всей видимости. Так вот, он передал мне флешку с ценной информацией. Да только Вася, почта, гнида. Решил себе ее прикарманить. Такое красничество настрелять нельзя. Понимаешь, к чему клоню? Много разных вопросов. Достать флешку. Найти Васю. Собственно, спросить, что на флешке. Компромат. Или почему сам вопрос не решаешь. Но это глупый вопрос, потому что он скажет, что тебе надо от этих друзей найти, вот ты и решай. А что на флешке? Можно поинтересоваться? Не твое дело. Так, а сам почему вопрос не решаешь? Валить сталкера с этим стаггером плохо скажешь на моей репутации. Пойди потом доказывай, что да как. А ты человек тут новый, а я, как посмотрю, не задержишься надолго. Себя спроса нету. Ну хотя да, как бы с его репутацией мутной. Если лучший сталкер будет валить возле базы, то как бы будет очень мутный. А ну как бы очень мутный лидер базы это уже нехорошо. Лучше пусть будет просто мутный. Так, хорошо, флешку достану, где ее искать? Лови примерные координаты и не тяни с этим делом, а то свалят, чего гляди отсюда. Ищи свищи потом. Понятно. Понятненько. Давайте поищем. А-а-а-а. Забрать флешку у Федора. Кстати, тайник уже появился. Только на локацию пришел. Помню, помню это место, помню, помню. Нехорошее это место. Ну да ладно. Здравствуйте. О, одним раз... Вставай. Что? А, это не мне походу, это там у них тренировки у долганцев. О, одним раз долбаем дали не стало больше. Ладно. Что надо? Купить, продать? Тебе что, с утра кто-то в кофе нассал? Так всех клиентов растеряешь? Да куда вы денетесь-то, а? Не обретешь я на затон с запалкой колбасы или пачкой патронов. Сталкерня. Тоже мне. Не поможете простое здание по уму сделать? Все через жопу. Ах, что, что-то заказом подвел тебя? Да был у меня заказ один надлеченых. Растения аномальные добыть. Я вычислил его примерное расположение, но и поручил двум дебилам пошукать в том районе. Так они чуть не обделались, когда в кустах какое-то рычание услышали. Новички, мать их. Отчего они в зону-то поперлись? Думали, что здесь бабки на деревьях растут? Туристы, блин. Слушай, ну если плата достойная, то я добуду твои разговоры и на тему дебилов принесу тебе растение. Если достанешь растение, заплачу 3000 рублей. Это хорошая цена за него. Ну и возьми свои слова обратно. Ага, понятно. Ладно. Поищем мы твоё растение, поищем. Так, теперь будем немножко расторговаться, потому что уже перегруз практически подкрался незаметно на старте локации. Много лишнего, но нихера он из-за этого ничего не покупает, потому что всё как бы не очень пригодное. Понятно. Таблетосы от радзащиты нам тоже особо не нужны. Вот, кстати говоря, касочка на голову, возможно, пригодилась бы, но пока что брать её не будем. Прицелов как бы нету, тоже нехорошо. Ладно, давайте разбираться. Техник, которого зовут Техник. Всё просто и лаконично. Так, ремонт брони. Всё стоит так дёшево, по 200 рублей, плюс броня, плюс считает радиации. Потому что, конечно, зря это делаю. Дополнительный вес, гашение удара. Прочность костюма, но это, наверное, пока что можно и оставить. Блин, я бы, конечно, починил бы сейчас сайгу, но это будет очень дорого. 4 500. Ага, вы можете снизить стоимость данного ремонта, сдав на счастье аналогичные предметы. Ага. Разборка. Отдать предмет механику на запчасти. Нифига себе, и такое есть, что ли? Ну, давайте отдадим. Хорошо, разбирай. Блин, Тозик или сайга? Ну, конечно, очевидно, что сайга будет сильно круче. Поэтому Тоз на разборку. Как, в принципе, и все наши эти волыны, которые у нас сейчас лежат. Но если есть такая опция, как бы, а продавать-то эти вещи не можешь, то почему бы и нет? А ну-ка, теперь ремонт. По-моему, нихера дешевле не стало. Или разбирая калаш, а только удешевляя, получается, сами калаши. Понятненько. Так, настильность 1600, емкость 400 рублей. Масса. Третьевые вставки. Это, кстати, хорошая тема. С ней легче гораздо прицеливаться. Ладно, это пока все нам чуждо. В будущем этим всем займемся. Нам оно пока что не нужно. Калаш есть. Этого уже хватает. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Кстати, а где тренировки? Тут раньше, блин, каждую секунду этот парень отжимался. Ты сразу приходишь, он такой, раз, два, три, четыре. А сейчас нихера нету. Странно все это. Так, значится, квестов понахапали. Тайник появился. Это у нас ночью. Здесь у нас, значит, получается, поход за растением для ученых. Здесь, собственно, поход для того, чтобы найти некого Федора и его флешку. Понятно. Поехали. О, вставочки загорелись. Мужик, ты оружие-то спрячь. Сейчас, в зоне. Оружие прятать. Ты что, совсем сумасшедшие? Тут твари повсюду. А у нас, как бы, дробей-то, походу... А, нет, есть. Только мне бы именно дроби, а не колпачки. Зараза. Не то пуляет. О, вот так гораздо лучше. Так, кстати говоря. А, здесь разлом. Не залезешь. Но при всем при этом нычка есть. Ха-ха-ха. Нифига себе. Вот, кстати, что-что. Я помню, когда первый раз проходил длинношорохов, особо локацию не штудировал. Здесь же прям много тайников есть. Так, ну я рискну. Мне лень обходить. Блин, опасно получается. Да что ж такое-то? Я не понимаю. Я ж нажимаю бег. Нормально по жизням? Нормально. Только огромное пси-поле, как бы. А его можно как-то подснять чем-то? А ну, подождите. Нечем. Интересно получается. Так, а где цветочек этот злополучный? Цветочек. Блин, а я уже как бы умираю. Секундочку. Цветок-то где? Ёлки-палки. Куда его заныкали? Это он, что ли? Ага. Тихо, 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 тихо. Я отсюда, пожалуй, для начала выйду. А уже потом эти всякие кровососы и прочие сосы. Твою мать. Патроны кончились. Болотный, зараза, ропался. Непростой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, 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 тихо. Жить, 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 жить. Твою-то налево. Все, дальше не пойду. Ну его нахрен. Пусть там лежит, зараза. Я просто хотел немножко смотреться. Может там какие-нибудь тайники есть. Просто место приметное. Камней много. Но его нахрен. Так можно и помереть. Спасибо, что несловко говорится. Аномальные растения, но вроде как оно. Надеюсь, там было одно, как бы, а не целые... Не знаю, там... Десяток этих растюшек. Интересные у вас здесь переходы. Только по дереву, что ли, идти? Я что-то, ребята, решил, что сначала пойду сделаю все здания, а потом вернусь на базу. Потому что, как бы, лень. Она, знаете ли, двигатель прогресса. Сейчас спускаться вниз. Отдавать растения. Потом идти за этим парнем. Это, как бы, такое себе. А так сейчас сразу его заберем. И потом квест дадим. Так. Ладно, я готов. Что у нас по жизням? Жизни есть. Вот они стоят, красавцы. Прямо возле базы уселись. Бандиты, мать его. Генни бабло или бошку отстрелим? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов. Вот такая песня-пляска, как говорится, началась. Ну да ладно, поехали. Парня уже не спасти, мне кажется. Он там под дулом двух стволов. Тихо, 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 тихо. Какой нахрен гранатой? Без патронов. Тихо, дружище. Не надо. Конечно, парня жалко, блин. А тут ничего не поделаешь. Я помню, даже какая-то серия роликов выходила на Ютубе. Мол, можно ли его спасти? Но тут вроде как скрипты. Только с помощью бага скрита можно его каким-то образом спасти. Либо очень быстро убивая двух сразу, что, в принципе, почти невозможно. Вася, почта. А вот и его флешка. Попал он, кричатую, в передвягу. Перехватили его бандиты. То есть мы уже понимаем, что в экосистеме этой локации как бы не только сталкеры обычно есть, но и бандиты имеются. Куда же без них? Где есть хабары, деньги, то вряд ли всегда есть бандиты. А, у них тут, кстати, амуниция, это неплохая. Прям очень даже. Я буду собирать все, чтобы отдавать этому ремонтеру как бы на сдачу. Пусть тело перекручивает. Так, пещерки. Тут вроде еще один был парень какой-то. Я его где-то здесь положил. Или не было? Нет, был. Вот он, пахан. Павлуха-шкет. Вот ты, конечно, шкет. Так, а флешку можем проверить? Флешка Федора. Информация закодирована. Интересно получается. Русская водочка на две порции. Кстати, сайга более целая. Вот тебе и обновки. Нет, вроде бы чисто. Нашли, блин, себе базу устроить тут. Скопали пещерку. Положили матрасики. Прям возле базы сели и кайфуют. Молодцы, блин. Бандиты. Так, ну вроде нихера нету. Вроде бы. Я что могу ошибаться. Но такие вещи, знаете ли. Нельзя предвидеть никак. Парня жалко. Судьба такая, как бы. У них была опасная работа. Информацию таскал по локации. Рано или поздно поймали бы с информацией и вздернули. Вот, кстати, играют всякие средневековые, знаете ли, там, а прошловековые, а традиции. Ну вот по типу той, что информаторов и переговорщиков, как бы, их не трогали. Это, ну в каком-то смысле священные люди, ты не можешь убивать. Если ты убиваешь переговорщика, это, ну просто какое-то, не знаю. Жесточайшее оскорбление другой стороны. Это точно война. Кровопролитная. Если не ошибаюсь, во времена просто-таки татаро-монгольского нашествия, там, в одной из первых баталий, когда монголы выслали на Русь своих, собственно, переговорщиков, их как раз-таки казнили. И за это потом долго мстили монголы. Прям очень сильно мстили. Потому что это было, мол, некрасиво с вашей стороны. И есть такое поверье. Приминутка истории, как говорится. Так, ну ладно, квесты сделали. Знаешь, а, подожди, кстати, секундочку. А можно ли флешку эту вскрыть самому? Просто ради интереса. Нельзя. Ладно. Я проверил, вот минимум. Знаешь, держи флешку. Спасибо, удружил. Что с Васей? Помер. Ну, то дай ему и дорога. Вот, ребята, как этот парень, собственно, оценит своих информаторов. Поэтому он и мутный. Возможно, приставка очень мутной ему даже пошла бы. Ну, так что насчет сталкеров? Были они тут. Ребята борзые взорвали центр долины за артефактами. Вот отправил их я к этому, к Максимилиану на базу. Да, они густые информации. А где найти этого Максимилиана? Так найти его несложно. Только не будет он с тобой просто так говорить. Осторожничай. Это уж это. Дюжа много всякой швали вокруг развелось. А надежных людей мало. Но есть вариантик один. Продолжай. Несли ему давечу посылку, аж со Скадовска. До сталкеров, которые доставляли по дороге бандюки, нахлобучили. Прямо около его лагеря. И посылка вроде как пропала. Максимилиан ясен пень расстроен, но людей у него для разборок с бандюками сейчас нету. Так что реши этот вопрос. Думаю, разговор у нас придет с ним проще. Возможно. В общем-то, лови координаты Максимилиана и место, где предположительно ограбили сталкеров. А дальше сам решай. Понятно. Спасибо за информацию, мистер Мутный. Спасибо. Так, сэр. Растения вот, держите. Ну, беру свои слова обратно. Ты прям настроение мне поднял. Держи 3000. Это хорошая цена. До встречи. Так, хорошая цена. Поторговать-то можем чем-то. Кстати, тозик-то необычный был. Со столом укороченным. Его, кстати, продать можно. Так что продаем. В принципе, наверное, и калаш. Только для начала сейчас я его разрежу. Потому что нужны будут с него патроны. А вот пистолетные все эти вещи, мне кажется, можно уже продавать. Не буду я ими пользоваться. Практически 100%. Как бы у нас с вами появились два основных оружия. Все остальное это просто пыль. Так. Что ты сделаешься, молодой? Вставай. Во-во-во, пошел, пошел, пошел. Давай. Молодой, блядь. Спорт-сила. Давай. Свобода не пройдет. Дричей мы разъемем. Раз, два, три, четыре. И зеленых нету в мире. Дричей мы не работаем. Бля, красавчик, красавчик, конечно, красавчик. Так, продать. Закупиться бы реально прицельчиком, но не продают, гады, прицелы. Мне прицел нужен на калаш. Тяжело без прицела работать. Можешь отдохнуть. Так, ну патроны еще пока есть. Это нам не нужно. У нас есть Велес. Нам бы, блин, налобный фонарик на шлемак, на противогаз. Но брать противогаз обычно, тут такие ценники, как бы, ну, отдавать полторы за противогаз, это, мне кажется, не знаю, неправильно. Так, здорово, дядя. Значит, смотри. Это мы разбираем, чтобы здесь была скидка, правильно? Тысяча триста. Но это терпимо. Так, это мы тоже разбираем. Да-да-да, это все разбираем. Хотя, блин, сейчас с этой локации я по факту ухожу в долгий рейд. И, как бы, может быть, не было даже смысла это все дело разбирать. Просто вряд ли это все-таки работает на все локации. Мол, здесь разобрал, там починил, как бы, это было бы слишком, мне кажется, странно. Так, прокачки, прокачки, прокачки. Дополнительный вес-то у нас пока вообще далеко от пределов веса, я бы сказал. Третьевые вставки. Вот мне, кстати, очень нравится с них прицеливаться. Они прям очень удобные. Надежность, облегчение веса. Емкость плюс пять. Не самые важные вещи. Вот на калаше емкость, мне кажется, почему-то за такие копейки. Очень даже кстати. Так, сюда поставим. И еще можно плюс пятнадцать. Просто ходящий РПК получается. Ну, классно же. Классно. Так, а я, наверное, деньги пока оставлю на будущее. Вдруг еще пригодится. И что мы теперь имеем? У нас верх нычка появилась слева. Нифига себе. А-а-а-а. Еще ж ночная вылазка. Блин, я про нее и забыл уже. Может, сейчас реально поспать до ночи? Так, ну лишнего особо нету. Блин, дробей нету нихера. Вот в чем проблема. Мужик, дроби есть? На тварь собираюсь идти. Да-да. Вообще ни разу не развод, прикинь. А дробей нету. Будь здоров, вообще не болей. Ладно, понял. Короче, спим, ребята, до двух ночи. Забираем тайник, выдвигаемся с ребятами на поиски нечто страшного. Там же вроде бы до двух ночи, правильно было? Ах, хер его знает. Я его же просто забыл. Так, Илья, 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 Илья. Ну, вроде бы, два ночи. Сейчас посмотрим. Блин, ночь, конечно, красивая и прекрасная. У нас есть третьевые вставки, чтобы... Что? А-а-а! Я, блин, аж пересрался. Думаю, а что происходит-то? А водички-то... Бляха, это вода обычная. Пей, пей, пей быстрее. Сейчас умрем. Еще пей! Давай, заливай в гортань, заливай. Просто, как бы, интерфейса-то нету. Я не вижу, что хочу пить. Я, оказывается, пить хочу. Все, пропало. Фу, блин. Так вот, ночь, как бы, фонарь-то надного нет у нас. Такая ситуация. Ну, ладно. Поработаем на ощупь, получается. Вставки видно уже хорошо. Просто калаш, как ежик в темноте. Так, здорово, бойцы. Что-то мне подсказывает, что здесь лучше вот так сделать. Попахивает разводом века. Я готов к охоте. Вот это мужской разговор. Пойдем. Пошли. Папки-артефакты гони. Быстро, блин, придурок. Тебе гона былась, папа. Блин, да почему калаш скинул-то? У меня вторая только с Сайга. Вот разводила, а? Зараза. Ох, нихера себе! Маслину поймал. Так, хитрость, как говорится, ребята города берет. Я сменил калаш на Сайгу. Теперь гораздо проще стало ситуации. А, я же пустой был, да? Не бейте! Я заряжаюсь. А где враги? Так, а где второй сопляк? Блин, какой-то фонарик вроде вижу. Собака, ну опасно же выходить. Туда он, зараза, ушел. Да твою мать! Блин, бандюган бандюганом, а как бы работает-то умеет с оружием. Засранец. Этого сразу в расход. Убил или нет? По-моему, убил. Фух! Ну, конечно, блин, сцена просто, не знаю. Каламбур максимальный. Нас завели под развод. На какую-то точку. Но и мы тоже не растерялись, как говорится. Ть, снорки. Блин, только-только почнил Сайгон, теперь сломалась. Вот гады, а гады, блять. Чертовы гады. Разводчики. Илья Барбос. Так, одна из заметок. А нехилую схему пахан подкинул. Мы с братаном затесали среди сталкеров и пустили слух, что в заброшенном лагере тварь завелась. Ну и вводим туда ложков. А охотчик бабла по одному. Забираем хабар, а трупики рядом в пещерке складываем. Понятно. Так, трупики рядом складываем в пещерке. А чё за пещерка? Надо пойти её смотреть. Эту пещерку. Саня-сморщок. Ну ты, конечно, зараза, блин, Саня. Ладно, как бы он, ты-то куда? Так, а мы ещё при всём при этом вроде как получили ключик, да? Угу. Это от его тайника. Так, а что у нас здесь за пещера-то в этом месте? Слева, что ли, где-то? Ну он... А-а-а, прям здесь. Так у них, блин, на каждой базе у бандитов по пещере. Ни хера себе. Причём, как бы они, ну такие, знаете ли, искусственные. Как будто они сами копали. Только здесь трупов ни хера нету. Конечно, такие минусы слегка убивают атмосферу игры. Ну, слегка. Всё-таки модификация 15-го года, если не ошибаюсь, или 14-го. Очень старенькая. Может, даже 13-го, честно говоря. Хочется какую-то редукс-версию, что ли, Долины Шороха. Чтобы хотя бы добавили вот в такие моменты, ну просто текстуры трупов здесь. Раз уж они как бы скидывали сюда трупы, было бы неплохо это увидеть, улицезреть. Но чего нет, того нет. Так, ну всё получается, на базу двигаемся. Сток всего сделали. И ещё тайник появился. Ага. Теперь я, получается, нескольких набогат. Так, а здесь что у нас? Ни черта. Интересно, почему этот лагерь, в принципе, бросили? То есть, как бы возле базы довольно неплохой лагерь. Но он уже пустой. Так, ориентируюсь, короче, по вотому дымному пятну. Это вроде как, где у нас было растение уникальное, которое мы собирали. Поэтому где-то в той стороне наша база прекрасная. Так оно и есть. Так, ну теперь самое любимое для каждого сталкера. Это сбор хабара. Два тайника справа-слева. Бедный этот анекдот. Его, как говорится, до дыр затёрли. Так, забираемся тут всё, что было у местного доктора. Но это вроде бы не тайник. Тайник раньше будет наверху, если не ошибаюсь. Блин, нам только порезали прыжок. Сейчас будет, наверное, чуть тяжелее, чем раньше доставать его. Или мы можем залезть? А, мы теперь залезть-то можем. Понятно. Так, а где он? А, так он не здесь. Я вижу, походу, его. Угу. Ну, через турничок. Тихо. Аккуратненько. Забрай тайничок и поехали. Так оно и будет. Такие прям хибарки утепленные. С клееночкой. Ты посмотри, а. А здесь даже закрывается. Интересное отделение. Заходит сталкер какой-то непонятный. Забирается, что есть все аптечки. Доктор, что ли? Не, просто какой-то романшипвольный сталкер. Кто таков, мы не знаем. Но патроны его как раз таки дробим и заберем. Вот их-то я и искал. А тут торговца, блин, как бы нету. У нас АИК как бы есть. Так, а второй тайник у нас где-то здесь под большой базой. А где конкретно? А конкретно в этом месте. Все. Оно. Ну, скажем так, тайники, конечно, вяленькие. Это больше какие-то нычки, что ли, на будущее. Такие, знаете, мини-провезенные точки. Когда еда кончается, приходишь как бы и кушаешь в этом месте. Может, хотя бы кидала, сейчас порадует нас хабаром. О! Ну вот это уже неплохо. Во-первых, во-первых, у нас перегруз. Идти мы теперь не можем. Зараза. Скину тозик сюда. Во-вторых, у нас появился, наконец-таки, противогаз. То есть сейчас можно себе поставить прокачку на фонарик. А только без фонарика такое себе. Калаш, равно такое же. Все остальное можно, в принципе, продавать и не париться. Блин, я помню, что те ребята, которые возле аномалии огненной, они как бы точно на локации есть. И ты им это ПДА можешь отдать. Я это прям помню. А они вот где-то здесь на локации ходят, на этой базе. Пойти посмотреть, потом поискать их. Так, здорово. Кожаный плащ бандитский. Слушай, я пока оставлю. У нас там дальше квест с бандитами. Вдруг пригодится. А вот все остальное можно сплавить. Причем за хорошие суммы. За очень хорошие суммы, я бы сказал. Так, что по ремонту. 1900 рублей. Классно. Только-только просрал 1400, чтобы починиться, блин. И ничего не поделаешь. Так, починить. Здесь тоже починить. Фонарик есть. Отлично. Все, это уже просто победа, ребят, на самом деле. Причем невероятная, я бы сказал. А ну-ка. О-о-о! Можем работать. Теперь и такой фонарик, и такой фонарик. Вообще, какой хочешь фонарик. Все фонари мира теперь у наших ног. Спасибо, не говори. Так, ну. Наверное, нужно спать до утра. Потому что ночные эти операции, как бы такое сидело. Можно погибнуть. Сейчас, наверное, поищу на локации этих пареньков. Отдам им ПДАшку. Если найдут, как видите, вам покажу. А на этом, наверное, пока что первую серию закончим. Вот такая, наверное, Долина Шорохов с модификацией Ганслингер. Но будем смотреть. По геймплею пока что, конечно, неписи туповаты. Но это первый старт. Может дальше быть поплотнее. Вот здесь явно быть плотнее. Там у нас наемники, база, как бы. Будет довольно интересно. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки. И пока-пока.